Всем привет! Сегодня у нас видео полный обзор Redmi Note 7. Для тех, кто не в курсе, то Redmi это уже не бюджетная линейка смартфонов Xiaomi, а отдельный суббренд. Можно провести аналогию с Huawei и Honor, так вот теперь также и у Xiaomi с Redmi, а также куча других суббрендов, но видео у нас не об этом. Итак, Redmi Note 7. Уже можно сказать традиционно, каждая бюджетная новинка компании становится бестселлером и вызывает кучу положительных эмоций, но в этот раз явно что-то пошло не так. Вы, наверное, видели много кликбейтных видео с заголовками «Redmi Note 7» — это провал, боль, лажа и т.п. Лично я ни один из подобных обзоров не смотрел, чтобы прежде всего составить собственное мнение. И поэтому, когда мне приехал этот смартфон, то я ждал какого-то подвоха, но спойлер, мне смартфон очень даже понравился, но обо всем по порядку. Начнем с корпуса. Лицевая и задняя панель этого смартфона выполнены из стекла по технологии Gorilla Glass 5-го поколения и, как по мне, стекло намного лучше и тактильнее, чем нежели тот же пластик в Galaxy A50, но это мои личные ощущения. По крайней мере, стекло можно легко очистить от отпечатков. Протер один раз об футболку или платочек и все, телефон чистый. С пластиком такое не пройдет. Между передней и задней панелью располагается пластиковая часть корпуса, которая также поделена на две части. Одна косит под металл, а другая, которая под дисплеем, это выраженный пластик. Не могу сказать, что это какой-то минус, но ощупь все-таки довольно приятно. Единственный момент, который я заметил, что если вы пользуетесь телефоном без чехла, то при проводке пальцем от края дисплея к середине, палец как будто выцепляется за корпус, потому что ему нужно проскользить сначала основную часть, затем ту самую пластиковую, а потом палец попадает на дисплей. В чехле этот нюанс устраняется, и палец скользит гладко. На нижнем торце у нас располагается USB Type-C, а также якобы два вырезов под динамиков, но динамик здесь на самом деле только один, а вторая часть вырезов – это маскировка под микрофон. На верхнем торце располагается микрофон для шумоподавления, 3.5 мм джек, а также инфракрасный порт для управления бытовой техникой, например телевизором. Традиционная вещь для Redmi, в скобочках, конечно же, Xiaomi. В общем плане корпус выполнен очень качественно, он не хрипит и не люфтит, как бы я его не пытался растянуть, либо погнуть, что присуще некоторым бюджетникам. В общем, нареканий по сборке вообще нет. Еще я отмечу такой маленький момент, что те же самые кнопки питания либо громкости нажимаются очень четко, у меня к ним вообще нет никаких претензий, на том же Galaxy A50 там чувствовалась некоторая дешевизна, и как-то вот ты нажимаешь и не понимаешь нажал или кнопку нет. Здесь, что ты нажимаешь, чувствуется понятный четкий отклик. Переходим к дисплею. В Redmi Note 7 установлен 6,3 дюйма, как у Redmi его называют. Доп-дроп дисплей. Разрешение составляет Full HD Plus 2340 на 1080 пикселей, технология IPS. В общем и целом дисплей просто хороший, ничего сверх выдающегося. У него неплохая цветопередача, черный цвет даже пытается быть похожим на черным, как для IPS матрицы, ну а максимальная и минимальная яркость достаточно на среднем уровне, в общем он просто средний. Сам дисплей, кстати, немного утоплен под стекло, при взгляде прямо на экран это никак не замечается, но под углом это очень заметно. Такая вот заметка. Что мне понравилось во внешнем виде дисплея, так это то, что рамки здесь не слишком тонкие. Внешне дисплей напоминает iPhone 10. Конечно, у всех вкусы разные, но мне такая конструкция нравится даже больше, чем ультраминимальные рамки по краям. По поводу динамиков. Как я уже сказал, единственный динамик здесь располагается на нижнем торце устройства, то есть звук здесь не стерео, и звук у него единственно достаточно громкий, я бы даже сказал объемный, по крайней мере, мне он понравился больше, нежели чем на Xiaomi Mi A1. А вот что касается разговорного динамика и микрофона, то вот здесь китайцы явно сэкономили, потому что громкость разговорного динамика примерно в два раза меньше, нежели чем у того же Mi A1. Плюс при разговоре телефон нужно держать немного ниже, чем это происходит обычно, потому что звук из разговорного динамика идет не под углом 90 градусов, а как будто бы вверх. Также, как я уже сказал ранее, мне не очень понравилось качество микрофона при разговоре, потому что когда у собеседника был Redmi Note 7, то звук с него был каким-то хриплым и прерывистым. Итак, сейчас я разговариваю по Redmi Note 7, и давайте почитаем новости технологий. Первое, Яндекс выпустил карту Яндекс Плюс с фребеком до 10%, Рой, кстати, уже у меня готовится про это. В России запустилось производство устройства для общения силы и мысли, вообще офигеть. Ну и последнее, Xiaomi выпустил вообще телевизоры по цене смартфона, ну здесь, собственно, все как обычно. Сейчас разговариваю по Xiaomi Mi A1, и давайте в этот раз мы почитаем новости науки. Так, первые льды Гринландии тают в 6 раз быстрее, чем в 40 лет назад. Второе, мозг компенсирует потери зрения за счет усиления слуха. Ну и третье, нейросети научились распознавать посттравматический синдром по голосу. Вот такая вот у нас познавательная рубрика. Звук в наушниках просто хороший, но благо есть возможность прокачать его со встроенным эквалайзером в системе, если вас не устраивают стандартные настройки. Переходим к производительности и, в принципе, ко всему, что связано со скоростью работы. У меня на обзоре моделька с минимальной комплектацией, то есть 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной памяти. В принципе, я как обладатель Google Pixel 2, у которого просто феноменальная скорость работы, я доволен скоростью работы Redmi Note 7. Он быстро запускает приложения, я не встречал фризов при скролле, будь то инстаграм или настройки, он в принципе довольно-таки шустрый. Но большими буквами с восклицательным знаком. Если вы покупаете модельку с 3 ГБ оперативной памяти, то считайте, что у вас ее попросту нет. Максимум можно работать с 3-4 активными приложениями, а если же вы попытаетесь запустить больше, то все, начинаются вылеты. Вы можете наглядно это увидеть в спид-тесте между Galaxy A50 и Redmi Note 7, ссылки на все дополнительные видео будут в описании. Поэтому, если вы собираетесь покупать данную модель смартфона, то я настоятельно рекомендую брать версию с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Я об этом говорю в каждом видео с участием этого смартфона, который я уже успел снять и продолжаю повторять. С игрушками все довольно-таки средним. Я не особо игроман и тесты провожу только в PUBG. Так вот, Snapdragon 660 до сих пор не оптимизирован для высоких фпс, почему так, я не знаю. То ли разработчики лидятся, или процессор физически не может потянуть 60 фпс, непонятно. Но факт остается фактом, я не могу рекомендовать этот смартфон хардкорным геймерам. В том же Galaxy A50 есть поддержка с коробки 60 фпс в PUBG, а этот смартфон больше про соцсети и обычные приложения. Но что меня очень порадовало, так это скорость разблокировки Redmi Note 7 как по отпечатку пальцев, так и по лицу. Сканер отпечатков, ну просто какой-то фантастический в этом смартфоне. Как мне кажется, то производители уже достигли идеала в таком формате сканеров. Достаточно просто коснуться и телефон разблокируется. Я отвечаю, за все это время не было ни одной ошибки и скорость какая-то просто нереальная. Практически тоже самое можно сказать и о разблокировке по лицу. Сам процесс занимает меньше секунды плюс-минус в зависимости от освещения. В общем, что касается разблокировки, это топ, вроде бы мелочь, но приятно. В Redmi Note 7 установлена батарея в размере 4000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Здесь мало что можно сказать, он просто отлично держит зарядку на день, его по любасу будет хватать, а при среднем уровне использования так и два дня сможет продержаться. Ну и финальное, на что делает акцент сам производитель, это камера. В Redmi Note 7 у нас установлено два модуля, основной на 48 мегапикселей и дополнительный на 5. Давайте сразу определимся, что все вот эти 48, 90, 100, 500 мегапикселей это просто маркетинговый ход. У тех же Pixel или iPhone установлены модули на 12 мегапикселей и это уже стандарт мобильной фотографии. Но что собственно по самому качеству фото и видео? На канале есть ролик, который так и называется. Redmi Note 7 плюс Google Camera равно бюджетный Google Pixel. Самое приятное то, что не требуются никакие танцы с бубнами, вы просто устанавливаете APK файл и все, она работает. Так вот качество фото, которое выдает этот смартфон с Google камерой, это флагманский уровень позапрошлого года. Я абсолютно не шучу. Чтобы не повторяться, я настоятельно рекомендую каждому, кто досмотрел вот до этого момента, после этого ролика перейти на видео с Google камерой, потому что результаты реально впечатляют. Я реально могу рекомендовать всем, кто увлекается мобильной фотографией, но у вас, к сожалению, не хватает денег на флагманы. Redmi Note 7 – это ваш выбор. В итоге, какие выводы можно сделать по этому смартфону? Давайте начнем с минусов. Нет NFC для бесконтактной оплаты, а для некоторых это весомый аргумент в выборе смартфона. Версия с 3 гигабайтами оперативной памяти не тащит в мультизадачности и нет поддержки высоких FPS в популярных мобильных шутерах. А теперь пройдемся по положительным сторонам Redmi Note 7. Офигенная сборка и качество материалов корпуса. Высокая автономность батареи 4000 мА. IPS-дисплей. Ваши глаза не будут уставать при долгом взаимодействии с устройством в отличие от AMOLED. Умопомрачительный сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Шустые при работе с соцсетями и в обычных приложениях. И, конечно же, невероятные фотовозможности в связке с Google камерой. Видео про нее обязательно посмотрите. Ну и что по ценам. В официальной рознице за этот смартфон версии 3.32 просят 14 тысяч рублей, а за 4.64 — 16 тысяч. Если посмотреть на Яндекс.Маркете, то там аналогичные модели можно купить дешевле на тысячу или даже полторы. Ну и, конечно, есть еще Алиэкспресс, но там придется подождать доставку. В общем, где покупать этот смартфон вы уже решите сами. А все соответствующие ссылки я оставлю, естественно, в описании. Друзья, если я не раскрыл какую-то тему и у вас остались какие-то вопросы по поводу этого телефона, то не стесняйтесь и задавайте их в комментариях. Ну а я лишь хочу поблагодарить вас за просмотр этого обзора. Я реально надеюсь, что он вам понравился. И если вы еще не подписаны на канал, то... Чш, секрет. Подписаться можно вон там, справа снизу, здесь кнопочка. А палец вверх можно поставить левее. Ну и как обычно, увидимся в следующих видео. Всем большущей удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok